привет друзья с вами бора долгожданное видео с обзором лучших карт от подписчиков за март месяц 2019 года перед вами искренне прошу прощения за задержку ребята заболел очень было плохо как вы знаете человек создавший самую крутую самую интересную захватывающую карту и придумавший к ней какие-то крутейшие правила получит 500 рублей от меня на самом деле вот прямо сейчас даже создавая этот видос я до конца еще не представляю как мы будем выбирать лучшего но я думаю что мы как-то посмотрим комментарии сделаем может быть еще один опрос и я приму окончательное решение все таки деньги мои конкурс мой ребят и ну что же давайте уже перейдем к просмотру непосредственно карт от подписчиков послушаем что они там насочиняли по поводу своих правил и режимов игры а если кому интересно что за карта сейчас перед вами это моя карта которая называется засите и цифры для нее найдете в описании начнем с одной из нескольких карт от ярослава разумова он же визард строилась карта на протяжении трех дней под впечатлением от седьмого сезона таким образом ярослав хотел отдать дань уважения этому прекрасному сезону который привнес необычайные всякие фишки в игру в общем на строительство карты которая проходила в три этапа за было затрачено порядка четырех пяти часов также есть пасхалочка которая очень легко найти следующую карту прислал нам эдвард кэролл на постройку карты ушло порядка месяца и это реально комплексная такая скажем развлекательная конструкция можно играть командные без матчи совершенно с разными настройками можно играть режимы один на один и есть тут даже место чтобы полетать на самолетах карта прошла довольно долгий и серьезный путь от простой коробки с крышей до того чем она является сейчас очень разнообразно тут и очень интересно даже просто посмотреть да не просто поиграть а я реально посмотреть на карту помимо того что здесь есть разного рода комнаты например для одиночного прохождения где нужно дойти до финиша есть секретные комнаты с реально мощным оружием которая в них спрятана да просто сесть самолет и полетать вокруг нее потому что посмотрите какие масштабы эта карта наверное даже больше моей самой первой карты которая строил для коридорного дизматча следующем свою работу прислал даниил стригалев он же мистер turbo и я хотел бы зачитать для вас текст который даниил сам же написал сопроводив данный видеоряд мне пришла идея построить карту для дизматчей так как я люблю развлекаться творческом режиме с друзьями я на своей карте хотел изобразить зараженную зимнюю зону в джунглях заброшенном фортпосте на карте присутствует множество сундуков и секретных мест карта выглядит очень большой но на самом деле я бы так не сказал то что я делаю сейчас гораздо больше мне нравится создавать карты для совместной игры в дизматчах на свою карту я потратил около шести восьми часов изначально я планировал сделать карту чисто для красоты но на следующий день утром я решил сделать карту уже для дизматчей разбросал по ней сундуки и сделал начальный инвентарь и добавил стены получилась карта для могучих дизматчей эту карту я назвал заброшенный форпост в джунглях и снова я тут на связи со своими комментариями в общем мы ребята играли уже на этой карте дизматчи и там реально круто и весело так что вернемся еще не раз далее давайте рассмотрим вариант карты которую прислал нам норман шкарпета он же hunter из клана млк тут нас ждет снова описание карты которая любезно прислал мне сам роман как я считаю на моей карте интереснее всего будет играть в прятки но думаю и дм чик можно неплохой замутить сама идея создания карты пришла спонтанно мне всегда внешне нравилась локация китайский квартал и все что связано с ней очень нравится красные розовые тона в особенности деревья на самом деле поначалу я хотел сделать что-то по типу сада из этих самых розовых деревьев но потом я вспомнил что с этого сезона в игру завезли новые локации связанные с вулканом и джунглями они показались мне довольно подходящими к теме китайской тематике а поэтому данные элементы я добавил на карту многие говорили что на моей карте пустая земля и тут я хотел бы пояснить да ребята ну это тематика карты такая грубо говоря это что-то среднее между древней деревне и обычной деревней и каким-то древним городом поэтому думаю что теперь всем понятно почему на земле в основном трава я мог бы конечно весь полу ставить всякими плитами каменными но ведь потерялась бы атмосфера на самом деле я считаю что моя карта это далеко не идеал того что можно сделать с этими всеми элементами если у вас хорошая фантазия вы сможете сделать просто бомбу так что призываю всех творить и я на сто процентов поддерживаю рому потому что надо творить надо что-то создавать выдумывать и строить это очень круто и классно продолжая тему японщины ярослав разумов а присылая свою вторую работу на конкурс по словам ярослава карта строилась очень легко они с другом построили ее примерно часа за два просто потому что хотелось что-то построить было скучно ребятам и вот они построили карту на которой можно провести дм и или устроить прятки пасхала к сожалению на этой карте не спрятана но кто знает может в будущем ярослав что-нибудь добавит туда как по мне то карта получилась очень насыщенной и аккуратной и скажу я вам что это явный претендент на победу если вы считаете также то пишите об этом в комментариях поддерживаете одного из наших прекрасных подписчиков которые заморочились создали такие крутые карты а мы еще не закончили своим спальным районом делится с нами никита роменский он же бомб на одном из могучих дэз матч и карту мы эту опробовали но там к сожалению на тот момент было мало еще сундуков точек возрождения поэтому как таковой дэз матч в общем-то и не состоялся надеюсь что на сегодняшний день ситуация переменилась и мы скоро сможем снова там поиграть вот что говорит сам никита по поводу карты эту карту я начал строить еще в седьмом сезоне когда ввели креатив построил один маленький домик и пошло поехало никакой конкретной идеи по поводу того что здесь будет у меня не было но я очень люблю игру майнкрафт и уже играю больше восьми лет нее и люблю строить эти плоды моего строительства я и решил перенести сюда надеюсь что вам всем понравится и это были все карты которые мы с вами посчитали достойными название карты месяца скриншота месяца я считаю что 500 рублей должен получить ярослав разумов за свою вторую карту которая построена в китайском стиле аккуратная и красивая думаем до 7 апреля жду вас в комментариях большое спасибо за просмотр нажимайте лайк если вам нравится подобная рубрика присылайте свои карты в личку нашего паблика обязательно самые лучшие попадут на канал получат деньги приходите на стрим и будем тусоваться с вами был бора пока а